Что-то мне подсказывает, что я скоро перестану вообще окончательно выходить в эфиры, потому что они в вечность слетают. Ну что, ну куда? Ну сюда что ли? Вот он опять вылетел, понимаете? Ну вот и как мне выходить? Я не понимаю, почему вылетает. Казалось бы, интернет есть. Это не Wi-Fi. Местная сим-карта. Прекрасный интернет. Что, блин? Там столько было написано, а я ничего не читала, потому что солнце светит, и я хотела дойти уже сесть куда-то. И почему? Спасибо большое. Да я ищу куда лечь. Солнце? Ну что? Ну что, и двинем вперед сейчас. Вон везет пятник. Ну ладно. Я заказал мелкому лпырю картошку. Хорошо, что в эфире. Что ребенка называешь? На публику. Я даже не знаю, что лучше. Маленький кровосос. Блин, хочу тут, наверное, сюда, может. Мам, что ты мне? Я тебе картошку. Это, который ты ешь постоянно тоннами. Прикинь, вот я думала, что с интернетом не будет проблем с этими, с эфирами здесь, за границей. Казалось бы, ты что, тут уже все хорошо. Бедный, нужен ничего. А он все равно, вот я сижу в эфире, на нормальном интернете. Как бы все хорошо должно быть. Но он постоянно просто берет и выключается. Интернет? Нет, не интернет, выключается этот, прям, выключается инстаграм. Ну, потому что, видимо, сейчас карма такая. Понятно. Ты много косянешь. Я думала, что я вчера исчерпала карму свою, когда меня сасу по дворам укусили. Блядь, 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 блядь. Блядь, блядь, блядь. Что за малыши, я поняла? Да. Сейчас главное, чтобы лежак еще не грохнулся, вот как обычно. Я, Саша, чтобы мне под задницу не залетело, как вчера. Представляете, да это я расскажу. Вчера... Тебя оса укусила? Вчера сидела вот так же, вот так же сидела. И думаю, что сзади щекотка, что-то беревка, думаю, что-нибудь болтается. Засовываю руку, и меня как укусит какая-то мразь. Ну, вряд ли бы эта полоса по нас залетела туда, но она оставила жало. Черное, прям, в пальцах. И так стало больно. Что за жало не оставляет? Мчела? Да. Ну, короче, какая-то вот... Хотя, мне кажется, что здесь нету этих таких насекомых, тут что-то другое. Но что-то похожее. Вот. А днем, или двумя ранее, мне вот так же вот заляжку укусили. С обратной стороны. Я вот думаю, почему меня? Почему? Я объяснил, почему. Потому что ты нервы трепешь мужу и ребенку. Что, в смысле? А сыну-то чем? Тебе все не так. Все тебе мало, мало. Так. Тебе плохо, блядь. Все здесь тут не так. Вы насколько в тепло. Ну, нормально, слава богу. Ужопи у тебя шило. Надеюсь, хватит. Больше, чем на месте. Так. А если бы первая была девочка, пошли бы за вторым. Девчонки, ну я, конечно, тоже такие бывают себе вопросы задаю. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, да. Но если бы такая бы, это, я не знаю, ну как я могу? Не знаю. Мне кажется, я всегда мечтала об одном ребенке. А если двоих, я всегда думала, мечтала, хотела, чтобы это была или двойня, или там двойняшки, близняшки там. Но на самом деле, спасибо боженьке, что не наградили меня таким природным чудом, потому что я бы просто в петлю, наверное, залезла бы. Я бы, наверное, не вытерпела. Я не знаю, что поделала. Это очень тяжело. Вот я тут вижу по двое детей маленьких. Один-то вот тяжело. Один орет, второй орет, блядь. Что-то надо им без конца. Это же кошмар какой-то. Нет. Что женщина делает? Загорает? Нет, она на ногу ухачивает. Ой, молодец. А не то, что я... Не то, что ты жопу отвесила, просто клячу. Тетя лежит на солнце, прям вот на солнце. И лапой работает. Вверх, вниз, крутит, крутит. У меня бы уже все, давление поднялось бы, я бы уже отключилась. Наверное. От жары. Вот я не знаю, никаких эфиров, походу, сохраненных вообще с этого отдыха не будет. У нас сейчас полвторого времени, полвторого дня. А что еще говорила? Что, не знаю, если бы это, может быть, была бы спокойная девочка, может быть. А если это была бы девочка, как Сережа, то, в принципе, ситуация-то бы, наверное, не поменялась. Я бы, наверное, все равно бы не хотела. Ну, вот, например, вот здесь были русские. Здесь очень мало, кстати, что про мне нравится, что нет много лиц русских. Но вот попалась нам на пляже. Приехала отдыхать, я так поняла. Сейчас будет задувать. Мама. Фу, 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 какой кошмар. Фу, Сережа. Мне прям задуло, мне в глаза пылью. В общем, женщина, наверное, со своей матерью, там, или со свекровью, не знаю с кем. И двое детей, две девочки. Одна постарше, вторая помладше. И одна все время орала на весь пляж. Мама, мама, мама. Я думала, подойдусь, думаю, сама я отвешу подзатыльник. Ну, сколько ж можно? То есть, ну, пол ребенка, наверное, все-таки никак не влияет на его характер, да, там, его темперамент. Вот если с шилом в жопе по генетике, то там без разницы, мальчика или девочка. Только девочка, наверное, еще дороже бы обходилась, чем мальчик. Потому что все время плачки, еще что-то, еще что-то. Короче, вот так. Наверное, я думаю, что мне больше не надо. Не хочу. Здесь больше вопросов про детей не будет. Муж живет. Ну, как всегда. На каком острове? На какой остров Бали он один, по-моему? Или есть еще у Бали острова Кит? Крис, прячь нас от ветра. Я вот прятала. Муж, да. Очень красиво, спасибо. Кои бренд очков? Эпитайзер. Эпитайзер. Купила в роскошном зрении. Я же отмечала вот тогда. Кристи, красотка. Да, только сейчас он опять, наверное, накроется и все. Сережа спит в обед? Нет, уже не спит, к сожалению. Уже не спит. Не знаю, так вам поменьше забывает, если я вот так вот делаю. Или нет. Другие дети мужа приедут в гости? Да. Фензи не стали убрать очки. Кри-мои очки. Я их поменьше купила. Я их хочу купить, но я не могу, я не знаю, где их купить. Так как это прошлогодняя коллекция уже, получается, я заходила в Катаре в аэропорту, но там не было. Все хорошо слышно. Ревнуете мужа? Да, ну нет, сейчас вроде нормально у себя ведет. Можно не ревновать, я испугалась. Купальник какой фирмы? Это мой купальник. Что-то слышали об уходовой косметике? ТВС? Нет, не знаю. Я не знаю, что это такое. Скажу, роскошная бальзам для глаз. Спасибо большое вам. Маша с мамой не приедут к вам на праздник? Нет. Мы звали, но это очень дорого. На Шри-Ланку, вот если бы они тогда приехали, было бы классно. На Шри-Ланке были недорогие билеты. У нас была большая вилла, а здесь совсем другая история. Здесь в Сибали реально дорогой отдых. Когда дети мужа привет к вам. Вот на днях уже, сегодня кончислов. 20-е, через 3 дня? Отлично. Пусть муж ревнует. Да, он ревнует, мне кажется, иногда. Даже там, где не надо косметикой пользуешься на отдыхе. Какой-то, каративный? Нет. Я взяла, конечно. Раньше я брала много. Сейчас вообще практически ничего не взяла. Самый минимум. Ну, типа там, этот, консилер, тон. Консилер, тон. Тушнюю немножко снизу, глаза подкрасить. Ну, короче, прям, ну, самый минимум. Вот что-то расстроилась, что красную помаду не взяла. Вот красную помаду, конечно, надо было. А здесь купить не знаю где. Потому что я одна новая.